всем привет мои дорогие зрители добро пожаловать ко мне на канал к лидер норвегию страну троллей я сейчас буду параллельно готовить кофе тролли как я его обозвала потом выясните почему но сейчас у нас начинается такой рождественский выпуск который я недавно анонсировала на тему норвежских преданий сказаний и как раз таки за основу я беру такие вот сборники при недавно приобрела у меня их два первый сборник больше относится ко всей скандинавии не только к норвегии называется мифы и суеверия рождества рассказы и рождественские мистерии по темное время года сборник для всей семьи здесь есть разные истории сказания предания мифы и стихотворения из финляндии швеции из норвегии история самов даже есть одна русская сказка о снегурочке и несколько историй из снежной королевы андерсона другой сборник мне больше нравится потому что здесь как раз таки собраны именно норвежские сказания и называется этот сборник волшебное рождество традиции мифы и суверия от времен викингов до наших дней тоже сборник для всей семьи выбрал я некоторые истории из этих книг в основном из этой сегодня вы познакомитесь с одной из них и поскольку сегодняшняя тема у нас будет связана с троллями привет вот мои трольчихи она со мной сегодня прежде чем я расскажу одно из преданий связанных с троллями я буду готовить как раз таки кофе троллей как я его делаю я просто уже заранее заготовила такой вот капучино но поскольку тролли у нас все-таки существа обитающие в обитающие в лесах в горах труднодоступных для людей местах они ассоциируются с землей с гиперприродой как говорилось в фильме тролль надо добавить нотки леса как я это делаю во первых у меня еще остался на дне надо будет готовить больше сиропа из еловых побегов пахнет он божественно действительно такой вот лесной запах запах хвои добавлю этот сироп в наше латте если его нет можно и мед добавить ничего страшного и еще это мой такой вот нюанс я сама так сказать до этого додумалась добавляю ягоды можжевельника я я их питера перетираю в ступке и посыпаю наш латте это может быть если не латте то обычный кофе с молоком либо какао тут уже ваша фантазия вам в помощь посыпаю сверху будет необыкновенный лесной аромат конечно же с ягодами можжевельника тоже надо быть осторожными потому что они раздражают почки то есть у вас проблемы с почками лучше все таки воздержаться а так у них тоже огромное количество полезных свойств почитайте на досуге здесь можно найти ягоды можжевельника в природе но у меня были куплены поскольку очень часто блюдо с дищу готовится с добавлением ягод можжевельника поэтому сегодня использовала их но можно найти в природе попробуйте не пожалейте итак сегодняшняя тема будет связана с троллями не зря же мой канал называется жизнь стране троллей троллями покидышами а вы знаете начиная с 2000-х годов интерес к фольклору к разным народным преданиям и сказаниям западного мира очень возрос появились экранизации вот и на колец всем известен гарри поттер игра престолов стала необыкновенно популярной как книга так и сериалом также и в норвегии были созданы такие фильмы как а талия переводе на русский язык этот фильм называется хвост о хюльдре также появились такие фильмы как охотник на троллей троллей гиган и сам тролль тролль почему это произошло почему именно возрос интерес сейчас это была своеобразная компенсация компенсация за то что в 70-е годы не было места как раз таки необъяснимым сверхъестественным феноменом потому что люди были заботы именно прогрессом а с 2000-х годов интерес такой вот появился все эти экранизации сценарии интереса часто имели брали за основу как раз таки скандинавские мифы суеверия в то же время в этот период те же самые тролли потеряли свою способность пугать ибо они стали изображаться в виде сувениров веселеньких симпатичных тролльчонков конечно же не до пугания но если обратиться в старые времена в те периоды когда действительно люди верили в сверхъестественные существа то что природа имеет огромную власть над человеком и пытались объяснить необъяснимые как раз таки при помощи таких вот пугалок как пример те же самые тролли например часто молодых девушек пугали тем что если они будут возвращаться одни например с пастыщем то они могут постричать на пути тролля который может обидеть таким образом девушек изначально предостерегали от общения с незнакомыми людьми то есть чужиками общаться не стоит это может быть для них опасно также такой интересный момент как раз таки вы сейчас узнаете из-за этого сказания о троллях покидышах что как раз таки когда у людей в те времена рождались дети с особенностями скажем так например с замедленным развитием то люди не могли это понять объяснить и как раз таки считали что эти дети на самом деле не их дети а дети подкидыши троллей так вот они пытались себя огородить как найти хоть какое-то объяснение и как раз таки и дети на всю жизнь потом оставались такими вот особенными история от ребенке тролля подкидыши одна женщина финскуген это место родила малыша она его любила но в то же время чувствовала что с ним что-то было не то у малыша была огромная голова а тело маленькое дитя постоянно кричала часто женщина думала что ребенок был чужеродным и что он не был ее однажды женщина вела ребенка колдунья в соседнюю деревню обычно народ держался подальше от таких бабок сговорщиц но у женщины из финскуген не было выбора она рассказала о происходящем с малышом и спросила что ей делать этому малышу нужна опорка сказала колдунья ты будешь носить его вокруг дома три четверга подряд вечернее время их листать его березовым прудиком на третий вечер остановись на северо-восточном углу тогда думается мне так кто забрал твоего настоящего ребенка вернет тебе твоего малыша мать поблагодарила за помощь и сделала так как ей было сказано три вечера по четвергам она носила ребенка вокруг дома их листала его время как он плакал и кричал во последний четверг она остановилась у северо-восточного угла тогда навстречу ей вышла женщина тролль с маленьким ребенком которого она тащила по взгорью она похоже услышал ужасные криги малыша вот получай его обратно сказала тролльчиха но я ухаживала за ним лучше чем ты за моим женщина была рада получить своего ребенка обратно его покрестили но всю оставшуюся жизнь он вел себя странно на этом сегодняшняя страшная история заканчивается практически хэппи-энд но не совсем помимо кофе троллей с можжевельником я нашла тут уже нашла рецепт под названием смузи троллей покажу его приготовление возможно вам будет интересно на самом деле если обратиться к теме троллей то часто они изображаются как раз таки на алкогольных напитках типа пиво либо мьёда а потому что в те времена в старт давние времена люди пили пили готовили варили сами пиво и тролли имеют этим какую-то связь тем более что тролли считалось те времена что тоже были такие знаете выпивохи знатные до часто они ночами кутили так кутили что забывали что солнечный свет их может обратить в камень и потом превращались как раз таки в камень например стена троллей тому подтверждение есть у меня ролик на тему троллей об этом я рассказывала поэтому найти другой рецепт не связаны с алкоголем было сложновато носите вот смузи тролли я нашла и готова с вами поделиться нам понадобится брусника мороженая брусника на одного человека 100 миллилитров и и надо перетереть с небольшим количеством сахара по вкусу мой атрибут со мной я делаю на троих детям самое лучшее то есть беру 300 миллилитров брусники и добавляю такой вот жидкий творог называется в норвегии кесом но это по сути такой жидкий подслащенный творожок составе его сахар сыворотка молоко ванилин беру тоже 300 миллилитров далее компот из клюквы здесь составе клюквенный сок вода и сахара тоже 300 миллилитров и в брусничное пюре добавляю клюквенный компот и творожок снова перемешиваем вот так выглядит этот творожок с ванилином и сахаром сделала также я крошку для стакана и добавляю смузи смузи на вкус кислый хоть и сладкий поэтому не всем детям понравится я такое очень люблю я могу бруснику свежую бруснику горстями просто есть на этом я с вами прощаюсь мои дорогие зрители спасибо за ваше внимание спасибо за что за то что вы со мной в этот предрождественский период и слушайте разные истории из скандинавского фольклора буду рада если вам этот ролик понравился если вы поставите ему лайк либо ставите комментарии это только во благо канала его развития спасибо за внимание и до скорых встреч